Приветствую вас. Я зачитал дополнение, которое вы написали. Оно было опубликовано в момент записи моего первого ответа. И я бы сказал, что эти уточнения, поправки, которые вы внесли, они, конечно, проливают некий свет на то, что у вас происходит, хотя и вы не задаете своего вопроса. Вы, наверное, считаете, что эти поправки проясняют ситуацию с вами. Может быть, для кого-то из моих коллег это так, но лично я считаю, исходя из моего опыта, я могу сказать вам только то, что вы именно вот на уровне такой информационной заставляющей, вы практически ничего нового, как такового в своем сообщении не принесли. И, вы знаете, на самом деле я этого и не ожидал, как такового, от того, что вы сделали дополнение. Специфика ресурса такова, что дополнения, ну, имеют такой, знаете, характер особый, вот если можно так выразиться. Давайте поговорим немножечко про то, что вы написали. Значит, основной ваш вопрос, который вы принимаете в своем тексте, основной ваш, ну, как бы, основной посыл, который вы в своем тексте раскрываете, это посыл, в первую очередь, направленный на то, что вы говорите, я не понимаю, какая у меня была мотивация складываться в эти отношения, какая у меня была мотивация проходить все эти трудности. И, видите ли, на мой взгляд, это очень хорошо, что вы задали с этим вопросом, не знаю, читали вы, то, что я вам отвечал или нет, но я думаю, что в любом случае, очень здорово, что вы задали с этим вопросом, ибо именно он, этот вопрос, является основным. Знаете, вопрос, для чего мы делаем те или иные вещи, волнует всегда всех людей. Я думаю, что у вас есть, как бы, ну, своя собственная особая, если угодно, мотивация для того, чтобы, ну, чтобы проходить все эти трудности. Какая мотивация? Ну, в первую очередь, я думаю, что вам хотелось и хочется быть любимой, вам хочется быть с мужчиной, вам не хочется быть одной, вы не хотите вновь переживать, некие негативные эмоции, связанные с, ну, возможно, расставанием, возможно, с одиночеством и так далее. То есть, давайте сразу с вами определимся так, что мотивация, если вы не отдаёте себе отсчёта в том, для чего вы делаете те или иные вещи, если вы не отдаёте себе отсчёта, для чего вы, ну, делаете то, что вы делаете, для чего вы в этих отношениях, то это значит, что вам необходимо почаще, я бы даже сказал, как можно, почаще задавать себе вопрос. Вопрос, связанный с тем, для чего я это делаю, для чего я хочу, что я ожидаю от, ну, того, вот, что делаю. И, вот, собственно, это и есть главный вопрос, который вам нужно себе задавать. То есть, вот, например, по моему мнению, как я уже сказал, вами видят только то, что вы вот для себя воспринимаете очень негативно тот факт, что можете остаться одной, например. И вполне может быть, что я прав, а может быть и нет. Может быть, есть какая-то другая мотивация, о которой мы здесь пока не догадываемся. Но это нужно выяснить. нужно разобрать это все. А пока не происходит разбора, можно только предполагать. А предположения иметь, к сожалению, можно опять же, по моему мнению, можно только навредить. Это то же, что касается мотивации. То есть, зачем? Вопрос, зачем, очень животрепещущий, животрепещущий, очень интересный. и вон, этот ответ на вопрос, ну, на искать с вами. То есть, просто брать и искать. Я здесь ни в коем случае не хочу сказать, что вам обязательно нужно записываться на консультацию с психологом, обязательно работать с ним, хотя это, безусловно, был бы хороший вариант для вас. Я хочу сказать только то, что сами вы понять, для чего вы это делаете, смотрите, вряд ли, не более, что вы прямым текстом говорите, что не понимаете. И, соответственно, нам нужно в этом помочь. Далее. Далее вы пишете о том, опять-таки, вы уточняете, как бы вот, не знаю, поднакомившись с моим ответом или нет, но вы уточняете, что я не хочу быть лидером в отношениях. Это как бы прямым текстом говорит о том, что вы все-таки лидером являетесь. лидером вам быть не нравится. Это уже показатель того, что вы хотите от отношений. И если вы не хотите быть лидером, это здорово, это замечательно, это ваша позиция, и теперь из этой позиции нужно исходить. Например, почему если вы не хотите или лучше наверное сказать, если вы не хотели быть лидером, вы им все же являетесь в своих отношениях. Сейчас. Для чего вам это нужно? Что вы хотите этим добиться? Какую цель вы преследуете, являясь лидером лидером там, где вы не хотите быть? И вот на эти вопросы я думаю, вам инуюно постараться дать ответ. То, что вы сами для себя определили, какую позицию в отношениях заниматься вы хотите, а какую позицию в отношениях занимать вам не хочется, это, на мой взгляд, очень хорошо. Это прямой путь к тому, чтобы формировать у себя правильные отношения к противоположному полу для соответствующих здоровых отношений с ними. вот. То, что мужчина от вас отказывался несколько раз. На мой взгляд, этот момент вы ну, как бы так, знаете, скользь совсем пояснили. На мой взгляд, его надо раскрыть более подробно. Почему так произошло? почему мужчина решил от вас отказаться? Что им двигало в этот момент? Вот, опять же, если говорить о предположениях, если говорить о предположениях, то, на мой взгляд, мужчина двигало следующее. Ему не понравилось в душе, что вы по его мнению, к сожалению, вы занимаете позицию лидера с ним. то есть, в вас мужчина чувствовал что-то мужское, и это мужское что-то ему не нравилось. Ну, опять же, просто потому, что в этом мужчина видел себя, а себя наблюдать никогда неприятно. в другом человеке. Но все равно с этим нужно разбираться. То есть, несмотря на то, что вы были отвергнуты несколько раз, вы все равно продолжали и продолжаете быть с этим мужчиной сейчас. Значит, что-то очень сильно вас с ним держит. И я после вашего дополнения могу даже предположить, что расставаться с ним вам не хотелось бы. Вы боитесь очень сильнее, чем я думал ранее, потерять то, что у вас есть. И тогда давайте попробуем подумать, а что же собственно у вас есть. Что у вас есть сейчас. Что вы получаете от мужчин? Почему вы можете получить это только от него? По не необходимо подумать об моментах, которые я указал в своем первом ответе. И подумав, уже решить, что делать дальше. потому что еще раз хотел бы повторить вам, ваше дополнение, оно раскрывает суть отношений. Да, вы вкладывались, да, вы для этого мужчины что-то делали, но теперь вы говорите, что я много вложила, я очень много сделала для отношений. То есть у вас теперь происходит как бы откат. Это может говорить как о простом угасании чувств, и если это так, то что вы говорите раньше были какие-то чувства, какие-то чувства, какие интересные были чувства, это вопрос отдельный, и что вас заставило быть с мужчиной, да, это просто ушла страсть, а нового у вас на место страсти ничего не пришло, либо изначально вы рассчитывали от мужчинности это получить, не получили, теперь у вас ощущение, что вы потратили время на свое зря. И как бы я в своем первом ответе говорил о причинах этого. И что нужно делать, чтобы этого не было. Думаю, что пожалуй именно так можно было бы завершить мое дополнение на ваши поправки. На этом все, надеюсь еще раз помог вам, если мои ответы понравились, буду благодарен, если один из них делается лучшим, а если какие-то вопросы остались, пишите в личку, я вам помогу. Всего доброго, удачи.